В Одессе 2 часа дня информационная служба 7 канала начинает свою работу в эфире. Вы смотрите новости в прямом эфире 7 канала в студии Грибуренко. Здравствуйте! Подозреваемых в изготовлении психотропных наркотиков будут судить. Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области. Ведомство направило в суд обвинительный акт на трех участников преступной группировки. Так, следователи СБУ выяснили, что подельники оборудовали две нарколаборатории в Одессе и области. Там незаконно изготавливали амфетамин и метамфетамин. Их продавали через интернет на территории Украины. Во время следственных действий правоохранители нашли и изъяли более трех килограммов наркотических веществ. А в Киеве подвели итоги первого года работы офиса привлечения и поддержки инвестиций Ukraine Invest. Агентство финансирует донорские организации США и Канады. Все, чтобы способствовать привлечению иностранных инвесторов в нашу страну. Подробности далее в сюжете. В нашей стране наиболее инвестиционно привлекательными для иностранного капитала являются такие сферы экономики, как агробизнес, энергетика, производство и инфраструктура. На них Ukraine Invest и делает основной акцент. Лишь за последний год своей деятельностью Ukraine Invest позволил высвободить для продуктивного использования более 650 миллионов долларов инвестиций. Помог решению тех проблемных вопросов, которые стояли перед теми инвесторами, которые уже работали в Украине, и обозначил список более тысячи уже существующих и потенциальных новых инвесторов, у которых общий потенциал до совершения инвестиций составляет более миллиарда долларов. Зарубежные эксперты указали и на проблемы, с которыми сталкивается бизнес в Украине. Главное – это коррупция, но есть и другие. У нас начинается криза в том, что мало подготовленных кадров на тех работ, которые требуются. Особенно в этой галузе, которая называлась ПТУ – профессионально-техническая область. И сейчас мы вместе работаем с Министерством света и с бизнесом, что до проведения каких-то пилотных программ, чтобы захочевать подвышение квалификации людей. Даниил Белок также подчеркивает, что необходимо ускорить темпы развития украинской экономики с нынешних 2-3% в год до 6-7%, как в Польше. Мы оцениваем независимо эффективную и полезную работу такого фонда, потому что именно они помогают инвестору правильно и под правильным кутом посмотреть на то, как развивается сельское хозяйство и насколько эффективно туда можно инвестировать. Следует подчеркнуть, что объем иностранных инвестиций в Украине продолжает увеличиваться. Так, за последние три года он вырос в шесть раз. С 0,6 в 2014 году до 3,7 в ВВП в 2016 году. Назар Бурхан, Богдан Красавцев, Юрий Юрченко, 7 канал. Гостиница вместо жилого дома. Превышение площади застройки и присвоение земли с лукавством. Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии Горсовета по вопросам землеустройства и земельных отношений. Вопросы, конечно, достаточно разнообразные. По некоторым, конечно, неполные документы, неполные пакеты документов. Восстутствие некоторый набор, поэтому нужно будет выезжать и смотреть на местность. Одна из схем земельного мошенничества – расхождение в детальном плане территории и справки на присвоение адреса. К примеру, в районе Николаевской дороги земельный участок находится в ведении КП «Городское капитальное строительство». Там разработанный план существенно отличается от окончательного документа. В детальном плане территории детский сад, который должен быть, потому что должна развиваться социальная инфраструктура, у нас детский садик исчезает и появляется офисное помещение. Незаконные участки подлежат документальной и внешней проверке, но окончательное решение примут уже на сессии Горсовета. Этой ночью по Одессе прокатилась волна пожаров. Около трех часов на территории жилмассива «Радужный» загорелись припаркованные на автостоянке автомобили. Позднее на улице Базарной в районе Успенского переулка от огня пострадали пять машин. Рано утром около пяти часов загорелись автомобили на улице Рекордной. В ряде случаев речь идет о осознательных поджогах. Всего сгорело 20 машин. Полицейские начали уголовное производство по факту умышленного уничтожения имущества. Ночным поджигателям грозит тюремный срок от трех до десяти лет. Сегодня в ночи до полиции надошло поведомление про то, что в житловом массиве «Радужный», растошованном в Авдеопольском районе Одесской области, сталося займание девяти автомобилей. Три, из которых сгорели полностью, а шесть зазнали пошкоджений. Аналогичные поведомления надошли из Приморского и Молоновского районов города Одессы, где занялись шесть и пять автомобилей в Витборье. В соцсетях стартовал флешмоб под хэштегом «Я не даю». Организаторы из Transparency International Украина призывают всех желающих рассказать о своем опыте противодействия коррупции. Акция позволит участникам почувствовать, что они не одни в борьбе со взятками и делают важное для общества дело, а заодно поможет пробудить в людях чувство собственной ответственности за попустительство коррупции. В 17 украинских городах уже появились провокационные билборды с изображением взяточников, бизнесмена, студента и больного. Отмечу, соцопрос фонда «Демократические инициативы» за последний год показал, что почти 25% украинцев давали взятки. Прямо в кабинете у лікаря стало зрозумілим, що треба дати і тому, і цьому, просто щоб вижити. А я жити хочу. Тому і дал. Хотіли закатати деревя в асфальт под шумок. На проспекте Небесной сотні оградили участок газона і вже врубили несколько деревьев. По плану парковка, а по словам активістів – мафи. Останеться ли в районі жилмасива Радужний хоча б один участок зеленої зони, вияснял мой колега Александр Кац. На днях одесситы заметили установленный забор вокруг участка зеленой зоны возле жилмасива Радужный. Некоторые деревья уже спилили, а пеньки присыпали песком. Активисты считают, здесь будет базар мафов, как это сделали ранее вдоль проспекта. Неизвестный предприниматель, копию документов, которые имею в руках, он решил здесь построить парковку. Но в личной беседе было сказано со слов другого человека, что здесь собираются поставить мафы. Документы на размещение парковки согласовали с парксервисом, куда и планируют пойти активисты для выяснения ситуации. Параллельно жители жилого комплекса собрали уже 147 подписей против застройки зеленой зоны. Всегда бороться за права. Да, вы правы. Надо сначала подписи собрали. Обязательно должен жилмасив Радужный наш выйти сюда однозначно. Местные говорят, деревьев очень мало. А пешеходная зона вдоль дороги по проспекту узкая и опасная. Здесь часто появляются венки на столбах. Наверняка люди подумали о том, что венков немерено, перебегать не будут. Я думал, это благое дело. Сделают забор красивый, люди живые, здоровые, все нормально, они на кладбище. Оказалось, вырубка леса, стоянки, мапы и так далее, тому подобное. Первыми на возмущение одесситов отреагировали активисты. По словам очевидца, гуляя по проспекту Небесной сотни, он стал свидетелем, как несколько десятков неизвестных сносят ограждающий зеленую зону забор. Стал свидетелем, как неизвестные активисты демонтировали этот паркан. Я написал поздравил, несколько фото, видео снял. И выкладывал это в социальную сеть в Facebook. Что мы увидели? Видели, как социально активные граждане взялись за праву. Так как влада не работает, поэтому нужно работать местным одесситам. Активисты и местные жители собираются объединиться и обратиться в парксервис, а также привлечь внимание городской власти и поднять вопрос на предстоящей сессии. Александр Кац, Виталий Кононов, Седьмой канал. Это пока вся информация на данный момент. Следующий выпуск новостей смотрите уже меньше, чем через два часа, ровно в 16.00. Ну а далее наш дневной эфир продолжит моя коллега Татьяна Милимко. Ей слово будет интересно. Субтитры сделал DimaTorzok